Доброго времени суток, с вами Эрмита. Сегодня смотрим на фильтр MOTORCRAFT FL820S. Ну, сразу можно сказать, что эта марка специализируется на фильтрах для марки FORD. Имеет американское происхождение. Так, ну вот, что-то. Коробочка чёрно-красная, белый шрифт, в принципе, симпатичная. Русского языка мы здесь не найдём. Всё на английском. А, ну ещё на каких-то язычках, но неважно. Вот, как-то так. С этой стороны у нас имеется штрих-код. Коробочка напечатана в USA. Ну, вот. Всё вроде как-то вот так. Фильтр не заклеен. Вернее, коробочка не заклеена, крышечка. Открываем. Вот так. Так же здесь имеются пиктограммки по установке. Ну, и вот, собственно, фильтр. Фильтр белого цвета. Имеется указание номера фильтра. Свой логотип MOTORCRAFT. Так, это на нескольких языках. OL-фильтр. На нескольких, на трёх языках указано масляный фильтр. Ну, в принципе, больше ничего. Ага. Тут написано, заделанно в USA. Шрифт сам по себе страшненький. Нельзя сказать, что он хороший. Окрас тоже, по-моему, не сильно стойкий. Бело. Вот здесь видно скола от транспортировочки. От лёгких ударов красочка отсыпается. То есть не очень покрытие износоустойчивой краски. Так, ну что, сверху у нас мы имеем номер, в котором закодирована дата. Ну, что-то подразумевает девятнадцатый год. Конкретно, наверное, что-то декабрь девятнадцатый. Ну, возможно, только больше цифры не напоминают год. Девятнадцатый, возможно. Ну, ведь тут какие-то номера партий и так далее, линий и прочее. Так, что у нас здесь в глаза? В глаза бросаются овальные входные отверстия, широкие такие, так сказать. Данное отверстие способствует лучшей текучести, проходимости масла. В глаза бросается сразу перепускной клапан, который находится на входе. Такая вот конструкция. Так, ну и обычное квадратное сечение прокладочка. Жестковатая. Так, резьба у нас обработана не ахти, с зазубринками. Не заморачивается по поводу резьбы. Так, на сколько возможностей подсветим. Заглянем внутрь. Ну, вот да, тут конструкция видна. Довольно-таки массивная конструкция перепускного клапана. Возможно, небольшой сам по себе фильтрующий элемент катушечки, так как здесь на входном. Узнаем, вскроем, посмотрим. Продуем данный фильтр. Посмотрим, что из себя представляет противодренальный клапан. Отлично, отлично держит, не пропускает. Ну, тест воздухом. Фильтр прошёл. Измерим вес данного фильтра. Он составляет 374 грамма. Габаритные размеры. Так, тут и предполагаешь, это в районе 95 по высоте. А, 96, да. Ну, и по диаметру тоже что-то в районе 93. Это 95. Прокладочка норовит выпасть, хоть имеется распорочка технологическая, но всё-таки как-то неустойчивая резиночка находится здесь, норовит выскочить отсюда. Ну, хотя так не вращается. Фильтр, можно сказать, скрыт, но так как металл мягкий, опять всё замялось и очень сложно. Ну да, в принципе, открыт. Открываем. Американцы, похоже, очень сильно экономят. Металл очень тоненький у них. Фильтр, вот предыдущий гипс тоже. С крыла тоже. Очень тяжело даже. Не обычно. Когда плотный металл, он легко режется, как бы держит линию. А когда мягкий, заминается, в общем, не очень хорошо. Так, занимаемое место катушечкой внутри фильтра хорошее. Так, противодренажный клапан у нас мягенький, прям какой. Нельзя сказать, что это силикон, толстая резина, но довольно-таки мягкий. Прям приятный на ощупь. Да, хорошо схлапывается. Отлично прям. Колпанишечка, оребрение дополнительное усиливающее, наверное, насколько понятно. Ну, в общем, неплохой. Обработка с этой стороны, ну, видно, косячненькая. Не очень эстетичная, но американец, похоже, не заморачивается эстетичностью фильтров. Так, ладно. Но клапан сделан хорошо, отлично прилегает. Хорошо схлапывается. Так, здесь у нас катушечка довольно-таки большая. Ох, ну, в принципе, другого ожидать-то сложно от американского. Ну, что можно сказать. Фильтрующий элемент уложен неравномерно, причем с такими большими пропусками. Катушечка, ну да, она устряпана в герметике. Эта катушечка вся устряпана. Прям, ну, прям некрасиво, скажем так. Сверху тоже, этот верхний стаканчик непонятно в какой. Устряпан чем-то как-то, но, честно признаться, выглядит непрезентабельно от слова совсем. Так, ладно. Внутри у нас, внутри у нас, внутри, как ни странно, чистенько. И вместо пружин используется прижимная пластина. Тунгущая. Так, ну, металл мягкий. Корпус металл мягкий, очень даже. Ну, вот такая вот катушечка. Перепускного классического клапана нет. Подразумевается, что он находится вот здесь. Опять же, раз такая конструкция, очень сложная. Да-да, я даже не представляю, как его измерить, давление открытия. Ну, катушка, ну, ну, хуже китайская, что ли, можно сказать. Витрующий элемент довольно-таки не тонкий. Ну, не сильно жесткий, но вроде не рвется. Ну, складки вроде проклеены хорошо, но вот здесь крышка устряпана. Как-то вообще тут вот сыпется что-то какое-то. Ну, кстати, насыпалось. Куски герметика, кстати, вот сыпется. Вот, мало то, что краска эта от резака, то, что он нарезал полосочки. А вот черненькая у нас тут как раз герметик насыпался. Ну, вот, вот еще усыпалось, то есть герметик отваливается. Ну, можно, я бы не сказал, что это очень хорошо. То есть, похоже, тут он валится весь. Ну, вот она, вот она отвалилась, вот, пожалуйста. Вот такие ошметки отваливаются от катушечки. Но, так как у нас все-таки перепускной клапан находится на входе, возможно, да и скорее всего, вся вот эта шняга останется на шторе. Но, опять же скажу, блин, ну, как-то, ну, что так делает? Ну, прямо страшно луками держать. Так, ну что ж, ну, все равно, вот они висят, ну, отваливается все. Ну, дай бог, что это все останется внутри на шторке. Так, ладно, смотрим на высоту катушечки. Ну, берем 6 сантиметров. Высота катушки для измерения площади фильтрации. Да, кстати, вот цвет какой-то неравномерный. Здесь более темный, здесь более светлый. Ну, это все относительно. Так, катушечка сама крепенькая. Тут претензий никаких нет. Кстати, во, вот небольшой просвет попалась. Проклеечка плоховатая. Ну, вроде как не захватывает сами шторки. Но, вот, ну, глаза-то попалась. С этой стороны вроде неплохо проклеена. Так, ну что, режем штору. Попытаемся подобраться к конструкции перепускного клапана. Она встроена в катушечку. Наверное, сложновато будет разобрать, но, я думаю, общий принцип мы, наверное, сможем разглядеть. Да, края самой шторы просто склеены. Нет никаких металлических скобочек, которые обычно используются в отечественных и европейских брендах, в том числе даже китайских. Ну, на просвет катушечку практически не можем посмотреть, что там происходит. Ну, чуть-чуть что-то видно. Ну, видно, клапан много места занимает. Он как бы перекрывает доступ к свету. Ну, можно даже там видно, не видно, но там видно щелевая перфорация цилиндра катушечки. Ну, как видно, цилиндр не приклеен к стаканчику катушечки. Прям сразу отвалилась эта часть, эта сторона катушки. Ну, минусом это нельзя назвать, но факт есть факт. Цилиндр не приклеен к торцу катушки. Да, такого фильтра у меня ещё не было, который у меня развалился на стадии разрезания. Ну, что есть, то есть. Так, мы видим много мусора, крошится герметик, который вот у нас тут кучку собирается. Так, ну, ладно, коль ты развалился, смотрим. Края торцы проклейки. С этой стороны, в принципе, всё нормально проклеено. Но герметик крошится. Хоть он и там, вот здесь он на этой стороне отваливается, он, конечно, вот с этой стороны, вот он пошёл. Прям этой самой, оп, резиночкой. Так, с этой стороны он, конечно, не попадает в штору, так как перепускный клапан находится на входе. Но есть, но вот эта внутренняя, которая находится внутри, наверное, может всё-таки осыпаться и попасть в двигатель. Так, ладно. Цилиндр, как и было, заметно очень тяжело, кстати. Перфорация щелевая. Плюсы-минусы этих отверстий тоже и есть, и нет. Ну, в общем, что есть-то есть. Вот такая перфорация цилиндра катушки. И что у нас здесь находится. Так, с этой стороны, да, проклейка неплохая, но в одном месте всё-таки, эх, на самом краешке всё-таки есть просвет. Ну, если б не этот просвет, в принципе, он не попадает. Но всё-таки есть. Есть вероятно, что у других фильтров такая же ерунда. Вот, кстати, вот эта штука всё равно отвалилась. Она находится внутри. То есть она вот это и пойдёт у нас в двигатель впоследствии. Вот ещё осыпалась. Не, мне не нравится вот это. Вот эти крошки совершенно не нравятся. Пойдут они в двигатель, не пойдут, но есть вероятность попадания в двигатель. Так, ну и видно, что укладка могла бы быть почаще. Естественно, площадь фильтрации бы увеличилась. Ну, что есть, то есть. Так, и всё-таки перепускной клапан. Да, конструкцию его, получается, надо ломать ещё тут, чтобы добраться. То есть измерить давление оно не даст нам никак. Так, ну, вот она имеется пружинка. Дальше идёт прижимная пластинка. Ну, если это... Вот как она, насколько... Давить это, ну, получается. Вот во все отверстия надо вставить какие-то шупальца и надавить. И только тогда. Но, к сожалению, я не смогу измерить давление. Это мне не... Да, что-то там двигается, но давление открытий мне будет неизвестно. Как, впрочем, и вам. Ну, где-то в каких-то лабораториях, естественно, измеряется всё это. Есть специальное оборудование. Мне так такового нет. Пальчиками я здесь ничего не измерю. Так. Ладно, закончились торцами. Смотрим на сам фильтрующий материал. Ну, вроде толстоватенький. Березьяна. Длина его небольшая. Но всё-таки на вид неплохой. Но его здесь немного. При длине шторы 182 сантиметра площадь получается 1092 сантиметров квадратных. Что, в принципе, это небольшое значение для данного фильтра. Но, всё-таки, конечно, можно было бы здесь площадью летать. Мусор вот прям вот не нравится. Сыпется с ним в этот мусор. Конечно, он появился за счёт физического воздействия, так сказать, ножа. Ко всему остальному, но всё равно мусор насыпался. Сравним по толщине. В принципе, ну, ненамного он, в принципе, почти похожий. По толщине, может быть, чуть-чуть потолще. По-моему, он сразу видно поплотнее всё-таки у Моторкрафта. Фильтрующий элемент. Ну, вот так выглядит на просвет. Ну, видно, Моторкрафт всё-таки плотнее. Бумага, видно. Относительно маленький. Ну, здесь, можно сказать, фильтрующий элемент лучше в данном случае. Ну, и как маленькое резюме, то можно сказать про данный фильтр. Мне не нравится, как осыпается герметик. Может быть, конечно, это при температуре всё на горячем масле, всё это, как говорится, затвердеет и будет всё в идеальном состоянии. Но факт есть факт. Кое-какой мусор попадать будет всё равно двигатель. Хоть и в основная масса это на крышечке находится, которые, в принципе, и находятся на внешней стороне шторы, ну, и вот эти по центру, так сказать, есть отслоение герметика, он отваливается. Это мне не нравится. В остальном, ну, площадь шторы, конечно, маловато. Могла бы быть побольше. Про цилиндр можно ничего не говорить. Каждый извращается как может. У кого-то круглая перфорация, у кого-то щелевая. Перепускной клапан большой, большой плюс, конечно, что он находится на входе. Но, опять же, давление мы измерить его не можем. Отличный противодренарный клапан. Держит хорошо, хорошо схлапывается. Ну, вот, в принципе, всё. А, да. Корпус у фильтра довольно-таки тонкий. Окрас белой краски не актив. В принципе, вот всё. Использовать или не использовать, решать вам. Но я бы не стал использовать из-за крошащегося герметика. С вами был Эрмита. Смотрите мои распилы. Подписывайтесь. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok